ребята всем привет у нас воскресенье пришла нам сделать салат такой у нас осталась рыба поэтому тут рукава листья салата огурец который остался серединка его и помидорчик лимонный сок оливковое масло ну и соль там кусочки авокадо еще вот так настя стирать стирку не знаю тоже всегда думали что ну прочитали вернее в интернете что мол суббота воскресенье праздничные дни нельзя ни в коем случае стирать и на самом деле все вообще не так все и стирают ремонт и делают и шум везде не знаю это только у нас так или как напишите у вас в городе на выходных соблюдают такие правила тишины сам покушали мы салат ребята вкусно очень рыба реально свежая вкусная до вкусно было очень потому что рыба я даже скажу как будто высшего сорта качество сколько это за неё до без скидки на 12 евро 600 грамм это нормально это я же говорю только в нет и если сравнивать то вот вальди есть за 15 евро на 15 евро там сколько 700 грамм 750 ну или 600 грамм за 12 мне кажется но это по моему даже свежее чем то что вальди продаются вальди там хвост и много прожилок и на это можно взять эту рыбу даже по скидке когда там 20-30 процентов вам часто их плане рыбы креветок редки не советую на это братья вот рыбу до красных креветки не вкусные которые упаковки по большие они не замороженные они вообще не вкусные 4 часа ровно у нас был первый пищи это этот салатик то есть без хлеба без всякого не покупаем уже кстати вообще много времени сначала мая по моему нужно довольно таки долгий промежуток времени хлеба не едим и вечером наверно часиков 78 еще один салат с тунцом и кукурузы и все да сейчас пью кофе стирка стирается пойдем убирать но вот у нас ребята правда не выходной праздник не имеет значения у нас никто ничего не соблюдает не знаю я не могу сказать что у нас здесь нет немцев немцы у нас тоже живут музыка постоянно выходной я же говорю нет разницы выходной не выходной ремонт и вчера отвергая целый день такие звуки как будто мне голову дрелят ну честно я конечно извиняюсь но когда уже там десять вечера и в эфире когда-то ребята слышали как дрели помнишь мы в эфир гриль и такое себя так что здесь по ходу норма и люди живут как-то кто-то один начал и так все начали подключаться кто-то музыку кто-то ремонт делать просто да мы читали в интернете вот когда мы только приехали в германию не только читали рассказывали там слухи между беженцами были есть вот что мол чуть ли доходит до того что купаться там после восьми вечера нельзя иначе это шум и могут вызвать на тебя полицию но честно то что мы наблюдаем здесь что здесь происходит по ночам ну это вообще никак не знаю мне кажется это определенный какой-то может быть город и определенно там где все немцы живут что пишут в интернете что между собой там обсуждается но это вообще не то блин я вот понаблюдала за полиции в германии в нашем городе в центре здесь ничего не соблюдаются тоже курки кидают курки бутылки орут там срут извините за выражение и полиция на это нормально не реагирует как бы нормально так же те бомжи которые зарабатывают на этих бедных собачках снова это разрешено у них разрешено это не нормально я не ну хотя бы нас кстати запрещено вообще у нас если возле метро стоит бабушка дедушка а уж тем более если кто-то не дай бог животным то это сразу это полиция реагирует и вообще запрещено конечно жалко животных как-то так так что для нас это не секрет я хоть сейчас на 4 насчет вот этого всего люди дрель от пилят и так далее сейчас 4 вот вечера я стираю себя спокойно стирку у нас бывают соседи сверху наверху в десять вечера могут себя спокойно стирку запустить и она так знаете еще из машин кишра будет очень сильно будет и люди как-то вот нормально воспринимать значит никому не мешает значит это так должно быть у них у нас кстати стиралка хорошая швейцарская у русского немца покупали и она поначалу была вообще тихо-тихо я вот бывает в конце да не всегда на музыка будет прям громко был на эфире тот знает тихо стирают послушать часа на тихо стирают а вот когда уже конец там бедену стоит что да не знаю те кто был на эфире также рассказываю статус которая столкнулась подъезде с человеком не знаю но то уже наверно потом когда-то расскажу не хочу сегодня портить себе настроение того и так немецкий мы сделали завтра на курс мы же вас сделали еще в среду когда пошли мы же думали что 4 будет работать узнаем что она там нам хочет сказать с таким типа наш маленький послала и восклицательный поговорим понедельник нам учительница сказала увидим все время нас с нами но ничего такого страшного будем выбираться не знаю немецкий может что-то будем подучивать что делать пока что не знаем жар 30 градусов у нас ребята 30 дальнейшем мы будем ехать покупать вентилятор надо по любому покупать это по-другому невыносимо ночью спать уже нет сил у меня вчера вообще не могла уснуть не знаю может из этих суш но у меня просто была невероятная тахикардия ребята я не знаю я думала у меня сердце просто не успокоится думала уже валерьян купить не знала что мне уже делать еще жара это у нас уже мы смотрим так ну не со стороны кухня со стороны комнаты девочка уже сидела на подоконнике все у всех окна просто открыты у всех полностью открыто настишок на люди уже просто тоже не знают как спасаться от такой жары а это только начало жары это еще не такое текучее солнце насчет кондиционеров в германии может раньше они не использовали кондиционер и потому что была повышенная влажность и большинство шли дожди а сейчас как вы знаете в мире климат меняется сейчас везде с пожарем вот нью-йорке вы видели рада на да там что все люди ну кашляют типа тяжело это и мне кажется что вот германии не было такого сейчас климат поменялся и вот сейчас начало июня их такая жара прошлом вспомним и тогда приехали это август или шо было и июль это был хотя не верно также было жарко но вот июнь мне кажется их не так хотя уж прошлое этот год но все равно сюда сейчас все замечают что в этом году погода отличается от предыдущих лет вообще что стало жарче намного да поэтому может сейчас немцы задумаются большинство те кто не покупал кондиционер я думаю уверена что они будут покупать потому что прошлые года мне кажется у них была такая как польша знаешь погода дожди вот летом весной даже скрест я думаю что их так было не знаю вот напишите ребята как вообще прошлое она была в германии летом да будет интересно почитать правда да как то так все сейчас надо стоп не полить привести порядок покажем как поливаем цветов я не знаю я поливаю раз неделю все не знаю правильно или нет я его выкупываю нормально там поливаю он в ванной мне стоит а потом его сейчас сюда обратно не знаю давай на сейчас покажу да сказали что место хорошее выбрали ну увидим я его потом оставлю чтобы вода выйти ну потому что не буду сейчас я его на холодильник ставлю пишите правильно на что делается или нет у меня летняя вода я холодную не позволяю мне кажется летняя кстати у нас что напор уже маленький с этой лейки надо переменять покупать другие что уже так давно оставлю я сейчас его полью и оставлю в ванной чтобы вода стекла и потом я уже на холодильник поставлю не знаю но у меня девочки я не знаю летняя вода скажите его не сильно так это же просто земля там сухая и один раз вот по неделю его покупала напишите сколько вообще его раз надо купать или много я вообще его сейчас типа или нет такое у нас воскресенье все ребятки всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал